Вы на канале «Английский структурный метод изучения». Структурный метод изучения английского языка с Натальей Алексеемной Анисимовой научит вас самостоятельно составлять предложения любой сложности и в дальнейшем бегло разговаривать на английском языке. Урок 30. Структура «Давай быстрее!» Be quick as you can. Be quick as you can. Be as quick as you can. Когда я проговорила быстро структуру «Давай быстрее!» Be as quick as you can. Многие не поняли, что я имела в виду, но могли разобрать начало «be» и конечное слово «can». Необходимо сказать, что не все структуры английского языка мы можем составить сами. Очень часто необходимо обратиться за помощью к словарю. Словарь дает перевод для выражения «be as quick as you can» как «Давай быстрее!» Гугл-переводчик переведет «Будь так быстро, как ты можешь!» Но это неправильный перевод. Итак, в нашей структуре «be» – повелительное наклонение. Первая форма без частицы «to». «be as quick as you can» – наша структура на сегодня. Взяв структуру «Давай быстрее!» со словаря «be as quick as you can» и зная ее перевод, мы можем составить структуры, где основной частью предложения будет наша структура «be as quick as you can». Если вы хотите научиться читать, вы можете осмотреть на экран. Если вы хотите развивать навыки аудирования, то есть восприятия на слух, держитесь подальше от экрана и не смотрите на него, а только слушайте и повторяйте. «Давай быстрее!» «Пациент может умереть!» «Умирать!» «to die!» «Пациент!» Но так как мы имеем в виду конкретного пациента, появляется артикль «the». «Давай быстрее!» «Пациент может умереть!» «Пациент может умереть!» «The patient can die!» «Давай быстрее!» «Пациент может умереть!» «Be as quick as you can!» «The patient can die!» «У меня паузы для того, чтобы вы смогли повторить английский текст». «Пациент прекратил дышать!» «The patient has stopped breathing!» Обратите внимание, появляется слово «has». Кто новичок в изучении английского, не подумайте, что это иметь. «Has» – вспомогательный глагол, который показывает, что это у нас результат действия. На данный момент пациент прекращает дышать. Мы берем «has», «have» и третью форму глагола, и получается результат действия. И еще следует обратить внимание, что «настоящее время» в английском языке будет переводиться в прошедшем. «The patient has stopped breathing!» «Пациент прекратил дышать!» «Has stopped!» «Что сделал?» Но в английском языке это «настоящее время!» «Present perfect!» «Настоящее совершенное!» «Итак, наша структура…» «Давай быстрее!» «Пациент прекратил дышать!» «The patient has stopped breathing!» «Третье предложение» «Тоже входит наша структура…» «Давай быстрее!» «Давай быстрее!» «Давай быстрее!» «Давай закончим работу!» «Давай быстрее!» «Давай закончим работу!» «Be as quick as you can!» «Pack up!» «Pack up» – это фразовый глагол… «Закончить работу!» «Давай быстрее!» «Давай быстрее!» «Давай быстрее!» «У меня всего две руки!» «Поэтому английское…» «У меня только одна пара рук!» «Мы переведем…» «У меня всего две руки!» «I've only got one pair of hands!» «Итак, предложение…» «Давай быстрее!» «У меня только две руки!» У меня всего две руки. Дальше три предложения, в которых встречается новое слово to pay, paid, paid. Оплачивать, платить. Давай быстрее. Оплати счёт. Давай быстрее. Оплати счёт. Be as quick as you can. Pay the bill. Давай быстрее. Заплати моим кредиторам. Be as quick as you can. Pay my creditors. Давай быстрее. Оплати мои долги. Be as quick as you can. Pay my debts. Обратите внимание на некоторые слова, которые встретились в сегодняшнем уроке. To pay, paid, paid, paying. Это неправильный глагол. To pay. Оплачивать, платить. Paid. Что сделал? Заплатил, заплатил, заплатили. Paid. Какой? Это причастие прошедшего времени. Оплаченный, заплаченный. Paying. Тоже отвечает на вопрос какой, но это причастие настоящего времени. Paying. Причастие настоящего времени. Что делая? Оплачивая. Который платит. Какой? Оплачиваемый. To pack, packed, packed. Пacking. Правильный глагол. Правильный, потому что во второй и третьей форме мы прибавили ed. Packed. Слово имеет окончание, звук к, который глухой, поэтому окончание ed читается как т. Packed. To pack. Паковать. Упаковывать. Packed. Что сделал? Упаковал, упаковал, упаковали. Packed. Упакованный. Packing. Пакуя. Пакующий. Который пакует. У нас в приложении было Pack up. Это фразовый глагол. Появилось up и изменилось значение слова. To pack up. Прекращать работу. Также в сегодняшнем уроке было слово A patient. Пациент. Артикль A показывает, что это исчисляемое, существительное. Можно сказать пациенты. Patients. И это имя существительное. Артикль A показывает, что это имя существительное. Кто? Пациент. A patient. В английском языке patient также может быть именем прилагательным. Adjective. Отвечая на вопрос, какой, какая, какое. Patient. Терпеливый. A pair. Пара. A pair of gloves. Пара перчаток. A pair of meetings. Пара рукавичек. A pair of scissors. Нужницы. A pair of socks. Носки. Или пара носков. A debt. D-E-B-T. The spelling of the word. Если мы произнесем по буквам слова. A debt. Debt. D-E-B-T. B здесь не произносится. A debt. Долг. Когда у нас есть артикль Э, это значит исчисляемое существительное. А если оно исчисляемое, мы можем образовать множественное число. Plural. Прибавив окончание S. Debt. И пример. Debt collectors. I'd to call you about a debt that you don't owe. Debt collectors. Это два имени существительных. В английском языке существует правило. Если рядом стоят два имени существительных, первое переводится как прилагательное. Например, school. Школа. Yard. Двор. School yard. Школьный двор. В английском языке существует правило. Если рядом два имени существительных, первое переводится как имя прилагательное. Например, school – школа, имя существительное, yard – двор, имя существительное, schoolyard – школьный двор. Debt – долг, collectors – коллекторы, сборщики. Долговые коллекторы, можно так сказать, можно сказать, сборщики долгов. Aren't. Вы перекрытили, что слово aren't встречается в таких предложениях. They aren't students. Они не студенты. Они не являются студентами. Они не есть студенты. They aren't good pupils. Они нехорошие ученики. Они не являются хорошими учениками. Но в этом значении aren't имеет другой смысл. Посмотрите, здесь идёт глагол to call с частицей to. Когда после are или aren't, или isn't, или is, или wasn't, или was. Если глагол когда to be есть в любом настоящем, прошедшем времени или даже в будущем, и после него идёт частица to и глагол, то это будет переводиться как «должествование». Кто-то что-то должен. И перевод, что эти коллекторы не должны звонить вам. Не должны звонить вам. «Про долг», «about a debt», «про долг», «который вы не должны». Всего доброго. Вы были на канале «Английский структурный метод изучения». «Английский структурный метод изучения».